Территорию сгоревшего дома Освадурова круглосуточно охраняют полицейские. Но они дежурят в машине и не всегда видят, как вовнутрь проникают неизвестные. Сюда лазят бомжи в окна, снимают эти окна. Там некоторые алюминиевые окна, их снимают где-то там, куда они сдают, я не знаю. Трубы снимают. Мало того, это опасно для жизни. Как много здесь мародеров вы замечаете? Хватает, хватает их. Вот буквально позавчера их было, тут 4 человека я гонял там. И скажите еще про эти ограждения. Их ветром сдувают периодически? Периодически сдувают ветром. Там, в частности, было сдуто ветром, я их поднял. Но сейчас, как будто бы с другой стороны, там тоже они разобраны, валяются, они так и лежат. Вот видите, там с той стороны. Пока разрушенный памятник архитектуры заморозили, нет окончательного решения по судьбе здания. Оно продолжает рассыпаться. Над нами высится стена высотой семиэтажный дом. Она в один кирпич. Ее оставили в свое время, ну, она собрана, построена из ракушняка, была залита водой. И теперь ракушняк вообще не прочный камень. У нас регулярно во двор летят камни. Кроме того, листы жести, которыми она была отбита, они тоже слетели и, в общем, держатся на волоске. Некоторые листы жести уже падали нам на крышу. Мы вызывали кровельщиков, ремонтировали. Ну и сейчас лист жести размером 2 на 3 метра. Он все время стучит о трубу. Ну, труба, соответственно, рушится, кирпичи падают. У нас во дворе проживают и маленькие дети. Мой внук тоже возвращается со школы. Вон там, с той стороны, если можно было бы снять, падало камни и разбивает эту крышу, которая сейчас, кстати, действующая. Этому дома почти 200 лет. После пожара и прорыва воды появились новые проблемы. Тут лопнула вода и текло туда, в подвал. Они откачивали воду. Это все село. У меня в квартире вот этот угол весь сел. Вот, видите, мы уже столько здесь забивали. Он садится. Они начнут строить дом. Вот это вот все садится. Все это, все забито. А причина в забетонированной канализации, уверен инженер Василий Тимофеевич. Вот здесь люк, который выходит из канализации, выходит из БТИ, выходит из техникума и все остальное. Он должен соединяться с коллектором канализационным. Его заасфальтировали, когда делали стоянку. Как это отразилось на самом доме, то, что заасфальтировали? Все течет, ну, естественно, что идет под дом, потом под следующий дом. Вот эта женщина, которая разговаривала с вами, вот, у нее в подвале вода с этого вот места, понимаете? И когда был пожар, они там хвастали, что они откачали где-то 120 тонн воды. Если бы работала канализация, этой воды там бы не было просто. Она бы вся ушла туда, куда она должна уходить. Вот эта стена, вот это все время садится. Садится здесь. Уже на втором этаже оставил вот эти железные блоки. После пожара здесь, кроме того, что текла вода в подвал, все затопило, откачивали воду. Потом делали воду, оно стало еще больше садиться. Садится и садится. Вот эта стена. И в квартире тоже самое, вот этот угол. Местные говорят, что неоднократно писали письма в РЭС о перепадах напряжения. Из-за этого постоянно выходила из строя бытовая техника. Директор этого техникума виноват, но он виноват косвенно. Потому что она включала эти обогреватели, вот, и не досматривала их. Она не понимала, что там 278 вольт. И оно загореться могло быть в любой момент. Любой момент. Так же, как и в домах, которые там есть, там горели холодильники, горели лампы постоянно, лампочка перегорала. 4 декабря, говорит Штырба, огонь вспыхнул сначала на втором этаже и в этот же момент, в другом крыле, на шестом. Только после трагедии трансформатор поменяли. На протяжении четырехлетней войны, наконец-то после пожара, которого могло быть не быть, потому что было, напряжение было заранее известно, что оно 278 вольт. Вот. И наконец-то поменяли трансформатор. Вот такая вот ситуация. А так бы этого всего, и пожара бы не было, и другие дома бы там сейчас с аппаратурой были бы нормальные. Сколько этот трансформатор обслуживает домов? Значит, домов 6, это точно. Вот 25 номер, 23, 21, 17 и так дальше. 19 тоже там обслуживаются. Какое сейчас напряжение после смены? Сейчас нормальное напряжение, 220-232 вольта. Тем не менее, жертв можно было бы избежать, говорят соседи. Если бы не было решеток на окнах, во внутренние дворы были открыты аварийные выходы. С этого окна я и еще двое соседей, Аня и Сережа, спасали кота. А людей? Людей там не было, если бы были люди, мы их спасли бы тоже. Это 100%. А кота мы достали. А вы говорили, что тут библиотекарь женщина не могла? Библиотекарь, которая вот здесь вот, библиотека есть, она женщина тучная. И скорее всего она задохнулась, потому что не могла вылезти в это окно. Но если бы решетки не были завагнаны? Если бы были балконы, вот эти балконы, если бы были, которые разломаны, которых вы видите, да, вот решетки там, которые там на этих, тоже там бы масса людей бы ушла бы через эти, вернее, через эти балконы. Горожане, которые живут здесь десятилетиями, сходятся во мнении, что памятник архитектуры надо сохранить. Но из бомбы из-за медленного действия, который из себя представляет нависший над людьми дома Свадурова, пора что-то делать. В этом дворе по адресу улица Троицкая, 23, всегда жили известные личности. Например, в здании позади меня до Второй мировой войны жили фтизиатры, вайнштоки, Зигмунд и после его сын Владимир. Также в этом дворе проживали дедушки местных жителей, которые были праведниками мира и во время Великой Отечественной скрывали в своих квартирах евреев. А в этот дом уже после войны вселилась Теосов, философ-эзотерик, Птеодориди, в гости которой приезжал академик Владимир Филатов. Но все эти исторические личности даже не подозревали, что уже в 21 веке в соседнем здании произойдет страшная трагедия, которая унесет жизни 16 человек. А спустя несколько месяцев после пожара в этот двор будут валиться обломки здания. Дмитрий Богомолов, Валерия Бабина, Юлия Пального, телеканал Репортер.